Здравствуйте, уважаемые гости и подписчики моего канала. Сегодня видео про смешение несмешиваемого. Значит, в последнее время очень модным трендом является изготовление натуральной косметики. Ну, например, на основе какого-нибудь масла органы, там плюс еще чего-нибудь, еще чего-нибудь. Вот, но, например, если вы одно масло будете добавлять в косметику, вы разоритесь, дорогое оно. Для того, чтобы разбавить, скажем так, масла и смешать несмешиваемое, существуют специальные аппараты, оборудование. Оно называется либо эмульгатором, или диссольвером, или диспергатором. Короче, необходимо разбить частицы масла до такой степени, чтобы они прекрасно вмешались, например, в воду. Значит, для тех людей, которые хотят попробовать себя, значит, как первопроходцы в каких-либо косметических рецептах, значит, существуют различные лабораторные мешалки. Значит, ну, лабораторная мешалка, она стоит приблизительно от 35-40 и до сотен тысяч рублей. Вот, но обычно у начинающих предпринимателей таких денег нет. Значит, я немножко подумал и решил показать, как можно сделать нечто совсем дешевое. Значит, вот посмотрите, значит, вот это аккумуляторная болгарка. Ну, мне просто удобно, что она аккумуляторная, чтобы у меня провода здесь не тянулись. Но вы можете поставить любую другую болгарку. Да, то есть угло-шлифовальная машина. А, значит, вот она. Значит, теперь к угло-шлифовальной машине, вот здесь, установлен патрон от дрели. Для того, чтобы можно было зажимать различные виды мешалок. Значит, и вот самое, как бы, главный узел, самое интересное. Вот оно. Это непосредственно диспергирующий диск. Вот. То есть, или диссольвер, то есть, ну, как он правильно называется, не знаю. Но факт то, что с его помощью я там в одном видео делал даже майонез. Вот. И получается очень классно. Сегодня я вот хочу показать вам, как можно будет смешать вот обычную воду и вот обычное масло. Вот у меня тут есть остатки подсолнечного. Вот. Теперь, значит, для того, чтобы это все было как бы жестко сгреплено, я приобрел станину от электродрели. То есть, она продается совершенно свободно. Прикрутил ее к куску фанеры. Вот. Ну и, в общем, вот такой аппарат получился. Значит, чем хороша станина? Мы можем поднимать и опускать данное устройство, да? Вот оно поднимается, опускается. То есть, это удобно для размешивания. Теперь, что касается емкости. Мешать будем в обычной банке. Значит, ну, банка, чтобы здесь не разлеталось, ничего не улетало. Вот. Я что сделал? Я взял вот кусок такой вот страшной фанеры, прикрутил пару уголков и примотал скотчем банку. Хотел, конечно, синие изоленты примотать, но понимаете ли в чем дело? Тогда не будет видно, как там что-то получается. Ну, в общем, вот как-то так. Вот мы ее поставили. Значит, теперь мы должны, по идее, чтобы она вдруг никуда не съехала, вот возьмем кусок резинки, вот так вот положим, вот так поставим. Ух, уже лучше, уже более устойчиво. Теперь опускаем наш диспергатор. Опа! Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Так. Ну, вот. Ну, вот, например, как-то так, да? Ну, к примеру. Значит, вы его можете вот так закрепить, значит, ну, сцентрировать, и потом уже вот делать вверх-вниз движение. А вот. Значит, ну, я буду одной рукой подливать масло, а другой рукой я буду, скажем, опускать вот эту вещь. Да? Ну, посмотрим, как она будет работать. Вот. Ну, конечно, желательно бы третью руку еще, но третьей руки нет. Итак, вот это обычная вода. Вот, можете посмотреть. Наливаем воду. Я делаю это первый раз. Не знаю, получится, не получится. Вот. Ну, можно на самом деле сразу попробовать опустить диск диспергатора прям пониже, да? Ну, не совсем до однопанки, ну, а хотя бы вот так. Вот. Закрепляем. Значит, открываем масло заранее. Вот. И включаем наше устройство. Ну, наверное, будем вначале придерживать, очень полезно. Очень полезно. Очень полезно. Субтитры сделал DimaTorzok На всякий случай я попытаюсь увеличить обороты этого устройства. Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот, друзья, вот в вашем присутствии это было сделано. Значит, посмотрим, что у нас получилось. Поднимаем наш диспергатор наверх. Вот, давайте посмотрим, что у нас вышло из вот этой вот штучки. Сейчас закручу. Вот что это такое? Вот смотрите. Мы получили крем. Мы получили крем для рук. Замечательная абсолютно вещь. Вот, получили эмульсию. То есть мы смешали воду с маслом. Вот. А теперь, теперь, ну, будет, конечно, интересно. Мало поднял. Поднимем побольше. Вот. Теперь я возьму, сейчас, ножницы. Вот так вот. Слежу. Слежу. Вот. И вот здесь вот у нас вода была. Вот здесь была вода. Да? Вот я ее допью. И вот смотрите. Значит. Вот смотрите, что это за субстанция. Вот я ее медленно переливаю. Фактически, это жиденький-жиденький майонез получился. То есть она как желе. То есть это не вода. Это реальная смесь воды с маслом. Я, значит, вот что это за устройство. Значит, я, к сожалению, не знаю, Расслоится ли эта жидкость с течением времени. Может быть, надо добавлять какой-то стабилизатор. Или, например, загуститель. Вот. Но. Но. То, что вот вы видите. То, что вот здесь вот у нас Получилась, значит, вода. Водно-масляная эмульсия. Вот это все можно делать в домашних условиях. То есть фактически вы можете начать делать Свою косметику по своим каким-то там рецептам. Ну, буквально на кухне. Буквально на коленке. Стоимость подобного устройства Ну, достаточно невелика. Вот. А что касается мешалок и вот этих стерженьков. Ну, они всегда у меня есть. У меня, да. Еще учтите одну вещь. Что грамотно потом вот это надо укупорить. Укупорить надо под вакуумом. С помощью вакуумного укупорчика Медведева. И ваши доморощенные крема будут самыми лучшими. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok